ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО 8 Благополучия и сегодня вечером, ночью Я оказался в гостях у Бориса Видимо, не спроста ночью, потому что ходят слухи Что это все связано с магией что это все связано с чем-то сверхъестественным поэтому да вот мне интересно немножко прошлой жизни ты всегда чувствовал направление что тебе интересно это слушай я в детстве до 8 лет вот кое-что видел потом мне стало страшно спать без света там родителям в том году хрен расскажешь такое потому что в больничном хочется и так далее и это тщательно все забыл был обычным человеком там занимался всяким разом жил 90 спортом на нас не будем в каком городе ты живешь в том самом который вот бандитский петербург у тебя в то время были ситуации связаны со смертельной опасностью вот мне это интересно тоже некоторое количество раз ты запада я не смогу посчитать тебе нравилось то состояние связано с опасностью с адреналином с тем что ты вдруг смог как-то через это пройти почему я спрашиваю потому что мне все время было интересно когда опасность насколько эффективен человек может ли он при помощи своего самоосознания вдруг пытаться понимать что с ним просто просто адреналин колбасит может страшно ты можешь сейчас ты ничего не понимаешь это непривычно для нас я тогда впервые столкнулся с тем что такое замедление времени когда знаешь кулак летит а ты еще успеваешь гарнитуру вынуть медленно из уха положить на сиденье отодвинуть голову потом поддеть человека снизу думаешь а почему картинка черно-белая то еще мысли плиты а потом только начинаешь разбираться что мозг так устроен что он оптимизирует и цветная картинка оживет больше ресурсов и соответственно переводит черно-белую и ускоряет тебя так что тебе все остальные становятся медленными круто эта тема из восточных статьи у меня было такое переживание чем ты говоришь и я его навсегда запомнил тоже понравится запоминается ли она дает ощущение что этот мир это его можно расширять можно натренировать что-то сверхъестественные границы не знаю вообще все тогда ты позанимался спорт вдруг наверняка какие-то женщины ты мужчина привлекательный охмурял соблазнял и пришел к тому что сексуальная энергия неплохо я в какой-то момент занялся серьезным обучением магии причем у кого по разумному принципу сейчас расскажу как даже вот правильно я сначала потыкался в пару мест а когда будет обезда места были всегда это был бесконтактный бой для начала это было уже ближе как так мои хотя бы чуть-чуть я потыкался понимаю что вот эти быстро хочу спросить ты действительно мы видели все в ютубе эти видосы где его ногой махну 20 человек деревенских упала там нет настолько вот этих трех китайцев я проект кончу знаю три китайца есть легендарные которые там в китае они супер личности у них учился один тот человек у которого я учился скажем так остальные два с половиной человека на россию есть которые реально могут преподавать в этом плане два с половиной но они в ю тубе это не те которые в ю тубе нет принцип нахождения учителя в любой области ты находишь учителя да окей найди его учеников спроси результат учеников насколько они лично сами изменили свою жизнь а а сколько изменилось их жизнь если они живут так что им нравится и нравится вот эти изменения может быть этот учитель тебе тоже может что-то дать посмотри на жизнь учителя если он собирает последние копейки херня какая-то вот реально вот реально херня как ваше время по моему это самый мудрый подход таких знаешь да я таких учителей на пляже ночуют да 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 шейки понимаешь или которые бизнесу обучают и весь их бизнес на то что на том чтобы собрать бабки за этот бизнес тренинг херня какая-то бизнесу надо учиться у человека который когда-либо хотя бы умел зарабатывать миллион так что понятно да и это мне нравится гораздо больше и ты знаешь да мне пришлось поискать учителя вот по этому принципу человека который смог изменить жизни других минута искал и чтоб нет ни в эгрегоре я уже и в дыре побывал он дыр это такая школа одна из двух крупных самых школ где завязаны на эгрегор то есть они в эгрегоре могут компании на тему какую на тему работы с энергетикой на тему на тем магия это такая хитрая школа дальнейшей энерго информационное развитие там нет слова магия они его не используют в свое время ручей редко то использую вот используешь а для тебя маги то что ты расшифруй просто двумя ему что не думаю на просто за грани того что большинство социума может вот то что они магии называют то что для них непонятно вот как подруга знакомая она спрашивала что это что это что это там я вспомнил десятилетней давности фокус говорю вот яйцо берешь сырой на тот парапет прям там просто удобно каменная поверхность ровно и поставь его на острый конец она говорит это невозможно игры да с точки зрения закона физики совершенно возможно поэтому этот раздел уже магия такая как ты говорим уберешь поток энергии надо проткнуть и проткнуть его как шилом вместе с этой поверхностью гранита вот прям насквозь и тогда она будет стоять это уже пошли секретные наработки 10 лет назад рассказывал там где-то у себя в контакте получается что все что немножко не укладывается в привычную картину мира это уже магия не описано законами физики это что противоречит законами физики хотя очень часто в магии приходится отталкиваться от основ законов физики если ты делаешь что-то разумное а разумное это prince есть принцип разумного делания если ты делаешь три раза одинаковое действие получаешь три раза одинаковый предсказуемый результат но это не глюк если три раза все результаты разные это ботинка глюка это надо признать и откинуть кого здесь таблетки специальное доктора нет вы Site надо откинуть как бы и пойти по пути наименьших глюков и самый лучший способ это научный подход и статистика где образование есть какой-то профильный прикинь радио техническое мало того я когда-то там жизни чуть-чуть работал на этой нынке ты ловишь это твоей теме радиотехническое есть я вдруг обнаружил что она мне однажды пригодилась прикинь в артефакт против законов тех которые когда-то изучал давай тогда про артефакты я видел артефакты это не секрет что я был пару раз стилистом бориса он не показывал нереально красивые вещи которые он своими руками эти вещи из металла из камней злобный артефакт сначала давая простых давая простых потому что злобный сейчас ночью я как бы девали тут мы победили рак раз тему как ты понял что ты руками можешь это делать очень хорошо и красиво потому что я вижу все что на тебе вот большое технически объяснить очень понятно смотреть руки да есть точки энергетические выходы вот они если ты умеешь крутить хотя бы прямой даосский круг не очень сложная техника даосский круг это вот как бы энергия снизу вверх по спине и как бы выход из рук этим занимается большинство целителей кто руками лечит экстрасенсов экстрасенс разворачивает круг и сканирует как бы принимаю эту точку а ты выдаешь вот ты взял какой-нибудь предмет с камнем не хорошо очень красиво поставила вот сюда настроился на определенную энергию только не надо лоховским образом делать настраиваться хер знает на что зачем больше и страч в вашей голове тем больше и страч будет записан в этом камне надо одну мысль одну мысли форму одну энергию держать и записывать но есть секреты как записывать я этому обучаю все да если руками руки а есть способ руками ты можешь держать ну максимум там 20-30 минут одну мысли форму это предел больше не удержишь сложно глава гулять начинаю а чем тогда уже машины техническими средствами можно если копнуть темы которые копал свое время тесла из него недокументированных изобретений у тебя доступ был к ним а это уже магическим путем есть практика вещь когда ты можешь сходить за стикс мир мертвых и там пообщаться и снять информацию в общем получить информацию откуда на прямую из источник я верю в эти вещи я верю поэтому с артефактами и узнавал напрямую изготавливал у тебя это работает у меня удивило сначала потом я перепроверил я нашел старое изобретение советских времен наших некоторых физиков на грани шипов акимов и горяев и они написали книгу про торсионные генераторы а там по сути описаны те самые энергии при помощи которых вот это все и делается и они тогда еще создали то что сейчас наука стандартная отрицает а у них еще тогда это работало и они даже прибор сделали который может это регистрировать излучение большинство аудитории у нас женщины в общем с артефактами мы поняли невероятные вещи которые попозже может быть какой-то ты покажешь это тросточка поближе покажем вот она вот такая с черепом черепом с камнями там в черепе закатанные грубо говоря я трогать не буду я я посмотрелось далеко не ну это связано с магией смерти я и тоже занимаюсь она не есть плохая или хорошая как бы как бы подарить есть минус но нужны оба чтобы она работала ты с этим можешь обращаться без я следствия ты понимаешь как это все работает и после сделаю соответственно понимаешь хорошо вернемся к тому что тогда ты нашел эту школу магов которые работали на игре к тебе это не понравилось не обучался в четырех у разных четырех да я преподавал немножечко понял что работать в игре горе школы я не хочу потому что я хочу писать свою свой материал сам то есть свою программу сам что мне никто не не объяснял какая у меня должна быть программа потому что я вижу по своему не своеобразный подход он материалистично научный но когда какие-то вещи работают которые я проверил я прям точно знаю как они работают я просто знаю как этим пользоваться и вот этому я очень тому чего я не умею или умею так себе я этому не обучаю скажем тоже бесконтактный будет уровень так себе мне он нужен был для того чтобы понять принцип как же это работает потому что я тогда не понимал принцип мы всех я пришел понял чем прямо изложить не но я могу в принципе ну давай если от этого станет легче принцип воздействия своим эфирным полем на эфирное поле товарища основное действие это ты можешь взять с человека и как бы сдернуть с него эфирная оболочка у него дезориентация начинается ты представляешь ее как-то размеры эфирная смотреть могу ее можешь посмотреть она больше чем человеческое тело или она эфирная оболочка основном среднем имеет вот такую толщину среди но на движение вокруг вокруг ты хочешь научиться видеть я вопрос задавили я тебя свернули пять минут делать это пять минут максимум даже меньше ну лишним то не будет точно ловишь даже сейчас другой ручки вот так растер так пальчики ставишь чтобы напротив темноты конечно светло и вот так вот двигаешь вот сопли между пальчиками идут вот такая энергетическая сопля и чуть растягиваешь его так двигаешь на темном фоне за раз фокусировать да естественно вот ты видишь все знаешь ну лично расфокусировать да и вот смотри вот это вот как бы сопля такая тянется вот чуть растягивающего на душку под желтого цвета да вот смотри следующий на темном фоне где нибудь и смотри вашу резюме не пофиг руки уже не нужны прям вокруг нее ну как будто измененная размыт вот галлюцинации проверяются вот этим движением и смотришь от пальца к пальцу тянется или нет когда уже на пяти сантиметрах тогда смотри эфирное поле и энергетическое просто чаще говорят про энергетическое более то одно и то же ли это раз эфирное астральное ментально они разные но вот кокон твой друг говоря вот тут мой кончается ты сидишь грубо говоря в твоем да примерно ну приблизительно а мой где заканчивается тебя прям под видео научить нащупывать где твой заканчивается я под видео не хочу чтобы два мужчины на ночь глянули не 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 трогать тело при этом не нужно просто надо натренироваться над чтобы человек показал тот кто прям знает и также работает так все работает в магии когда человек который умеет обучает правильно там есть есть просто препод да он просто болталки пытается научить так не работает есть неплохой учитель который помимо болталки сам умеет и как бы учит по уже заведомо известна схеме стандарь успешно успешно это хорошо работает в школе там но не совсем с магией с магией учитель с большой буквы должен взять слепок личного опыта который есть у него в голове и эту копию уместить голову ученика чтобы ученик делая вот этот процесс как бы знал что он уже это успешно делал он тогда это работает вот это вот называется инициацией когда тогда вернемся к этой теме о том что было дальше ты начал свое через свой собственный опыт то что ты хотел ты не хотел не с какой школы сотрудничать ты индивидуальность знаешь как было в какой-то момент приходит знакомая девочка говорит слушаем мы тут обучались у андара вселенная человек кстати здешний когда-то он тут даже преподавал он классный он отличный там есть пара минусов но в целом он вот то что должен был сделать он сделал открыл она хотона кстати это сделал ей им не только ерунда он на своем уровне прямо сделал это они говорят у нас проблемы мы хотим дальше он ничего не может предложить собери нас и дай нам то что ты умеешь вот так началось обучение так у меня сразу а так ты начал преподавать благодаря и что ты им дал дальше в двух словах есть дальше путь открылась у неё на хата у них они всех любят они испытывают состояние благодарности до лишь классно но потом все же хотят день денег они понимают что им не деньги нужно им нужны деньги для того чтобы но это никто не понимает не хочет понимать но все хотят денег сверх возможностей